За год 270 учащихся медресе Чуйской области получили знания по востребованным профессиям на рынке труда, как электро, газосварщик, швея, электромонтажник и повар. Организаторы говорят о том, что курсы социализируют выпускников медресе. Об этих и других плюсах проекта в репортаже Нургуль Саматовой. 15-летний ученик Соколугского медресе Булутбек Ратанулу получил долгожданный сертификат о прохождении курсов повара. Он уверен, что кроме религиозного образования ему нужна профессия, которая будет его кормить. Я не случайно выбрал курсы повара, ведь сейчас много кафе и ресторанов, я всегда смогу найти себе работу. Да и сама профессия мне нравится. Теперь я знаю, как обрабатывать курицу, мясо, рыбу, готовить тесто, салаты и другие блюда. В октябре прошлого года фонд АВЕП запустил проект по внедрению в медресе краткосрочных курсов по востребованным на рынке профессиям. В качестве пилотных муфтиат порекомендовал пять медресе в жилмассиве Арчабишик в Бишкеке, Джангиджире, Карабалте, Арашане и Кенгбулу Нечуйской области. Учебную программу разработал Центр Белим совместно с Духовным управлением мусульман. Медресе ограничено только обучением исламу, то есть Курану. После завершения медресе, ученики, у них ограничена возможность с трудоустройством. То есть проблема в этом, вот эти проблемы решить мы запускали этот проект. По словам заместителя муфти Аравшана Джейратова, программа запущена в рамках реализации концепции госполитики в области религии. В прошлом году на Совете обороны был поднят вопрос о повышении качества образования религиозных учебных заведений и внедрении светских предметов. По исламским канонам человек, который хорошо знает Куран, не должен зарабатывать на этом деньги. Это его служение Аллаху. Кроме религиозных знаний он должен получить профессию и этим зарабатывать на жизнь. В дореволюционное время в медресе так и было. Детей обучали грамоте, основам религии и обязательно одну профессию, хотя бы дело сапожника, ювелира и так далее. Первые результаты, возможно, не такие впечатляющие. Из 270 воспитанников в медресе, получивших сертификаты, 20% уже нашли оплачиваемую работу. Еще столько же начали индивидуальную трудовую деятельность, остальные же пока не закончили основные учебы в медресе. Это итоги пилотного проекта, то есть первая ласточка, но интерес к нему огромный, и Муфтиат намерен продолжить его в других регионах. Сейчас руководители медресе Оржской, Джалабадской, Баткенской областей просят и у них открыть такие курсы. Мы считаем, что нужно и в Таласе на рынке. В любом случае мы продолжим курсы, будем искать финансирование для очередного этапа проекта. Может быть, Муфтиат сам выделит деньги. Духовное управление мусульман открыто для инноваций и реформ, говорит священнослужитель. Внедрение профессионально-технического обучения станет не только ответом на критику со стороны общественности в адрес медресе, но и будет способствовать социализации выпускников религиозных заведений и дальнейшей адаптации их в обычной жизни.